добрый день уважаемые дамы и господа с вами юрий хамутский клуб успешных инженеров сегодня мы с вами продолжаем серию видеороликов о покупке долларов инвестициях в доллар и рассмотрим вопрос о том что сейчас видимо самое время покупать доллары ведь из моих графиков это следует давайте рассмотрим этот вопрос краткое содержание прошлых серий мы с вами говорили о том что покупка доллара на один месяц или даже на один год это лотерея с вероятностью 57 58 процентов что с уверенностью заработать на долларе без учета инфляции то есть в рублях можно только на периоде в 10 лет и более а с вероятностью 100 процентов заработать можно только на переводе 12 лет и более и третий вывод что с учетом инфляции покупка доллара всегда убыточно потому что мы покупаем доллар который тоже обесценивается и поэтому на долгосроке мы все равно проиграем об этом были мои прошлые видеоролики ссылки я оставлю в описании посмотрите их более подробно чтобы понять как мы пришли к этим выводам а теперь друзья двинемся дальше итак мы с вами помним вот эту таблицу что при вложении на один месяц вероятность успеха без инфляции 57 процентов зеленая цифра с инфляцией 34 процента красная цифра при вложении на один год соответственно имеем 58 и 35 процентов на пять лет 81 и 40 процентов на 10 лет 89 и 49 процентов таким образом даже на 10 лет у нас вероятность успеха всего лишь 49 процентов а 51 процент против нас статистика против но у меня был вот такой график прошлом видео сверху доходность доллара за 10 лет если бы мы покупали его на 10 лет в разное время то мы могли бы в самом начале 98 99 годах выиграть далее был период нулевых нулевой доходности или около нулевой это 2000-2004 год дальше доходность росла и причем стабильно достаточно высока но если мы учтем инфляцию за 10 лет то вся левая часть графика становится отрицательной вы это видите на нижнем графике левая часть а вся правая остается положительный но гораздо меньше и менее доходный то есть высота столбиков ниже доходность ниже но что могут заметить наблюдать наблюдательные люди что они уже заметили они говорят о тенденции о том что сейчас ведь начался период счастья что правые столбики справа растут и каждый раз максимумы только возрастают динамика положительная то есть начался период счастья на самом деле сейчас надо покупать доллары и даже с учетом инфляции мы выиграем но я хочу немножко огорчить вас и сказать что этот график заканчивается но так как у нас период на 10 лет то чтобы понять выиграем мы или нет к текущему 22 году график здесь заканчивается двенадцатым годом и действительно в период с 6 по 12 годы доллар было выгодно покупать причем выгодно покупать именно в одиннадцатых двенадцатых годах так как же доходность ту которую мы уже видим оказалась достаточно высокой это правда но давайте посмотрим с чем это связано и каков прогноз этой доходности почему в самом начале нулевых годов на и на нижнем графике левая часть вся смотрит вниз да потому что на верхнем графике левая часть доллар переоценен относительно инфляции верхний график помните его из прошлых видео красная линия это реальный курс центробанка на начало года синяя линия это курс инфляционный курс доллара то есть курс доллара на который распространяя распространялась бы только инфляция и долгосроки они совпадают друг с другом линии колеблется одна относительно другой но в долгосроке они идут примерно вместе но так как был период в левой части когда красная линия выше синий то есть курс доллара переоценен он уже дорогой он переоценен то его покупка на несколько лет вперед не оправдывала себя потому что он уже переоценен другая ситуация наблюдалась в конце нулевых начале десятых годов курс доллара недооценен средняя часть графика красная линия ниже синий курс доллара недооценен и поэтому когда он стал нормально оцененным мы выиграли именно за счет того что красная линия была ниже синий на нижнем графике мы видим столбики смотрятся которые смотрят вверх мы покупали недооцененный доллар и выигрывали в перспективе это правда но давайте посмотрим что дальше происходит на этих графиках сейчас в конце десятых и начале 20 на начале 20-х годов мы видим что красная линия снова или около синий или чуть выше нее то есть напоминает ситуацию конца 90-х начало двухтысячных годов и поэтому сейчас можно ожидать то что если сейчас покупать доллар на 10 лет то скорее всего мы проиграем давайте рассмотрим на нижнем графике правую часть бордовую линию такую волнистую это некий некое продолжение столбиков которые есть в левой части графика то есть другими словами как будут как мы можем предположить как будут двигаться столбики после 2012 года на нижнем графике вот их и показывает бордовая линия изначально она идет вверх почему она идет вверх а потому что на графике выше красная линия еще сильнее уходит вниз относительно синий видите по сравнению с 12-м годом вот он зазор между красной и синей линии после этого синяя линия растет а красная практически неизменно и расстояние между ними нарастает именно поэтому можно говорить о том что инвестиции в доллар в тринадцатом четырнадцатом году на срок десять лет были еще более выгодными но действительно потому что мы покупку мы бы купили доллар перед самым взлетом на уровень 70 мы бы купили доллар еще по 30 35 рублей перед тем как он резко подскочит до семидесяти поэтому в тринадцатом четырнадцатом году инвестиции в доллар были еще более выгодными но после этого наступил пятнадцатый год когда красная линия пересекла синюю и наши потенциальные инвестиции достигли 0 процентов то есть стали безубыточными но и бесприбыльными после этого есть короткий период 15-16 году когда доллар был переоценен видите красная линия выше синий и в этот момент наши инвестиции были бы убыточными в долгосроке после этого красные синие линии примерно совпадают и эффективность инвестиций тоже около нуля но в последние годы красная линия снова уходит вверх над синий то есть последние годы у нас доллар немножко переоценен относительно инфляции примерно на 15 процентов и ожидаемая доходность их инвестиций уходит вниз то есть становится отрицательной да это прогнозы делом неблагодарное здесь мы имеем дело только с математической моделью жизнь может развиваться по другому сценарию это правда но тем не менее сейчас относительно инфляции доллар переоценен это факт его не стоит сбрасывать существ когда доллар переоценен относительно инфляции смотрим возвращаемся к левой части графика то вероятность успеха в инвестициях практически нулевая они все становятся невыгодными отрицать с отрицательными доходностью как мы можем проверить что наша методика что наши вот эти расчеты о которых мы говорим более менее правильные а мы это можем проверить если мы перейдем от инвестиций десяти летних к пяти летним ведь если мы сейчас идет 22 год и мы рассматриваем историю десятилетних инвестиций то мы можем закончить графики наши заканчиваются на 2012 году столбики заканчиваются на двенадцатом году потому что мы не знаем какой будет курс дальше но если бы мы с вами будем рассматривать пяти летние инвестиции то наши столбики исторические да проект продвинуться до 2017 года и мы можем посмотреть как они будут какой вид они примут на периоде до 2017 года это отражено на этом слайде вот видите в нижнем в на нижнем графике столбики доходят до семнадцатого года здесь речь идет о пятилетних инвестициях и сюда же перенесена моя бордовая линия с прошлого графика как бы предсказание предсказание того какой будет доходность от вложения доллара и мы видим что на участке с 12 по 14 год так как инфляционный курс доллар был недооценен инфляционный курс выше реального курса то мы предсказывали с вами бордовую линию которая идет наверх и потом только будет падать вниз и пятилетние инвестиции нам подтверждают этот прогноз столбики идут сначала наверх потом падают вниз почему они падают вниз потому что пятна к пятнадцатому году курс доллара достиг инфляционного курса красная и синяя линия пересеклись соответственно в этот момент инвестиционная привлекательность доллара достигла нуля то есть нету ни прибыли ни убытка далее красная линия пошла вверх то есть доллар стал переоценен и мы увидели первые месяцы когда доллар даже ну на дистанции в пять лет покажет убыток таким образом при анализе графика с 12 по семнадцатый годы на пятилетних инвестициях мы мы видим что наша бордовая линия достаточно точно отражает столбики здесь нет каких-то очень сильных отличий а раз это так то есть основания полагать что и дальше до 22 года мы увидим примерно подобные столбики и таким образом вероятность успеха в настоящий момент при инвестиции в доллар на самом деле низка ну причина понятно заключается в том что доллар переоценен относительно инфляционного курса итак вывод сейчас доллар переоценен и вряд ли будет хорошей инвестиции на горизонте 5-10 лет друзья на этом у меня все серия видеороликов про курс доллара и курс рубля продолжится там мы разберем еще более глубокие будут другие вопросы если вам нравится эта серия ставьте лайк подписывайтесь на канал рекомендуйте это видео друзья на сегодня все спасибо за просмотр с вами был юрий хамовский пока